Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели снова подведем вместе в студии Елены Макаренко. Особенностью середины августа стала целая череда судебных решений в отношении известных персон края. Так, 13 августа Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор в отношении бывшей заведующей детским садом «Хэппи Бэби» Елены Воротниковой. Во вторник 17-го эта же инстанция осудила экзаместителя председателя правительства края Ирину Долгову. А 18 августа приговор прозвучал в адрес бывшего представителя губернатора и правительства региона Стеллы Штань. Все три фигурантки отделались условным сроком в три года. Такой вердикт у многих вызвал недоумение, ведь общая сумма ущерба преступниц превысила 14 миллионов рублей. По сравнению со Штань Воротниковой, Ириной Долгова, по версии следствия, приступила закон, нанеся государству наименьший ущерб – 100 тысяч рублей. Напомним, эти деньги она получила благодаря тому, что организовала лечение своему знакомому за счет средств краевого бюджета. А вот Стелла Штань и Елена Воротникова подделали договор купли-продажи, завысив стоимость помещения на 16 миллионов рублей, получив государственную субсидию при этом в размере 14. Правда, последним фигуранткам, помимо условного срока, нужно будет выплатить штраф. Каждое вернуть государству – 300 тысяч рублей. На этой же неделе предъявили обвинение сразу по двум уголовным статьям похитителю алтайской школьницы Олегу Лавкину. Ему вменяют похищение и сексуальное насилие на 12-летней девочке из Бейского района. Эту информацию нам подтвердили в региональном следкоме. Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении несовершеннолетнего, а также статьей 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего. По версии следствия, Лавкин несколько месяцев следил за 12-летней школьницей. В конце июля он похитил ее и на протяжении полутора суток удерживал в подвале. После отпустил ребенка и скрылся. 12 августа его задержали в республике Алтай. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые подозреваемый мог совершить ранее в отношении другой девочки. Предполагается также, что с ее участием Лавкин снимал эротические фильмы и сливал их в интернет, получая за это деньги. В спасательной операции по поиску 12-летней девочки из Бейского района, похищенной Лавкиным, принимал участие кинолог из Наукограда Роман Антипин. Он вместе со своим четвероногим напарником Беркутом вышел на верный след и опроверг версию о несчастном случае у реки. О ходе поисков из первых уст в репортаже Валентины Аскеровой. Голос. Голос. А-а-а. Овчарка по кличке Беркут Еласкова Роман называет зайчиком. Ночью, когда развернулись масштабные поиски ребенка, Роман Антипин был на службе. После домой не поехал. Вместе с четвероногим напарником незамедлительно отправился на поиски пропавшей школьницы. К этому времени у реки находят вещи ребенка. Надежда, что девочка жива, таяла моментально. Однако поиски продолжились. Роман получил образцы запаха и поставил Беркута на след. Вышли к лесу. Возле леса был обнаружен гараж недостроенный, и там был потерян след. Возле заброшенных гаражей волонтеры увидели следы от шин. По ним Беркут вывел наброшенный велосипед и вернул надежду. В двух километрах мы нашли велосипед. Собака начала тянуть поводок. Доверился собаке на ее активность. Вышли и нашли велосипед. Один из родителей подтвердил, что велосипед этого ребенка. И версия о том, что ребенок утонул, отпала сразу. Роман вызвал на место оперативников. Они продолжили следственные мероприятия. Напарники выдохнули и пошли отдыхать. Лучшая награда – это активная игра. Поэтому, я думаю, он был счастлив. Ну и то, что мы домой приехали, он лег спать, покушал и лег спать после смены. Это тоже, я думаю, было замечательно для него. К слову для кинолога, его Беркут – это не первая спасательная операция с отрядом «Лиза-Алерт». В июне этого года они искали пожилого мужчину. Пес привел на берег реки, куда пожилой дедушка пришел рыбачить и заблудился. Кстати, несколько лет назад Романа наградили медалью за доблесть в службе. В 2017 году он помог выбраться из огня женщине и двум мужчинам. Валентина Аскерова. День с толком. К другим темам. Алтайским пациентам, нуждающимся в эндопротезировании, отныне будут устанавливать тазобедренные суставы отечественного производства. И вот первый из них на днях опробовали в деле. В одной из барнаульских больниц провели хирургическую операцию. Можно ли безоговорочно доверять российскому производителю, расскажет София Яценко. Эта группа инструментария предназначена для установки ацетабулярной впадины, а эта группа инструментария предназначена для установки ножки протеза. В руках Александра Юрьевича настоящее спасение для вышедших из строя суставов. Благодаря такому металлическому имплантату порядка 70 тысяч человек в год возвращаются к полноценной жизни. Изготавливают его на современном оборудовании из медицинских материалов. Главный из них – высококачественный российский титан. Вся эта продукция наша абсолютно соответствует всем требованиям международных требований. То есть она не отличается от иностранной продукции по выполненным требованиям, которые заложены в конструкции и в технологии изготовления данных изделий. Естественно, все это проверено, испытано. По словам специалистов, продвинутый эндопротез прослужит своему хозяину порядка 10 лет, а то и больше. Кроме того, его стоимость существенно отличается от импортного. Наш дешевле, но по качеству ничуть не уступает иностранным. Нашу страну долгие годы считали страной-бензоколонкой, которая может только что-то добывать и передавать на Запад. Считалось, что у нас нет высоких технологий, которыми мы можем гордиться. Вот производство эндопротезов во всем мире относится к высоким технологиям. Титановые суставы устанавливают больным с коксартрозом, переломом шейки или головки сустава, а также с опухолями. У этого пациента вариант первый. Страдает коксартрозом правосторонним. Последние три года его беспокоят серьезные боли. Консервативному лечению больной не давал положительные динамики. В связи с этим принято решение провести датальное эндопротезирование тазолитренного сустава. Десять лет назад мужчине уже заменили сустав на левой ноге. Сегодня пришло время вернуть здоровье правой. Беспокоят при ходьбе, наклоняться, поднимать что-нибудь. Беспокоят сустав. А сейчас чуть дальше, тем сильнее. Уже что-то приподнять, надо на одну колену. Встать тяжело, ходить тяжело, подорезть, подниматься тяжело. То есть по одной ступеньке поднимаешь. Одна нога, вторая нога, одна, вторая нога. Несмотря на то, что есть те, кто к российскому производству относится скептически, мужчину такой фактор ничуть не смущает. Поддержим российского производителя. Как у меня первый стоит российский, не беспокоит хорошо все. Думаю, второй будет так же. По словам врачей, потребность в таких операциях достаточно большая. Только в этой больнице обладателями металлических суставов становятся около сотни пациентов в год. Кстати, отечественный имплантат уже сейчас устанавливают в более чем 65 регионах страны. А значит, импортные эндопротезы уже не настолько востребованы. София Яценко, Данил Захаров. День с толком. Сегодня весь мир отмечает День бездомных животных. Алтайский край не остался в стороне. Но местные зоозащитники не столько празднуют, сколько активно призывают доработать закон о защите животных. По их мнению, документ мертвый, он совершенно не работает. Поводом для такого суждения стали очередные факты живодерства. Недавние кадры в соцсетях, на которых то избивают беременную кошку, то привязывают собаку к забору, то выкидывают расстрелянное животное в мусорку. Ирина Корчагина пыталась понять, кто и зачем издевается над братьями нашими меньшими, и почему эти люди остаются безнаказанными. Ну вот так вот в Белоярске расправляются со щенятами. На старые колготки в 5 утра женщина привела щенульку и привязала к детскому саду. Испуганный взгляд и недоверие к людям. И в этом случае, к счастью, еще все живы. А это шокирующий кадр из села Лебяжье. Собаку нашли в мусорке с тремя пулями в голове. Эксперты оценили четвероногого в 83 рубля. Поселок Южный. Мужчина забил глубоко беременную кошку на глазах у детей. Люди видели, как в животе еще шевелились котята. И этой истории всего лишь за пару недель. За 6 месяцев этого года сотрудники подразделения «Одознание края» возбудили 4 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Поводом для возбуждения уголовных дел по данным основаниям становятся заявления собственника животного, заявления или обращения граждан, а также размещения материалов о жестоком обращении с животными в средствах массовой информации или сети интернет. Ольга Камнева – волонтер и зоозащитник из Новоалтайска. Рассказывает, сама пыталась привлечь к ответственности мужчину, который посреди белого дня топором разрубил собаке голову. Уголовное дело, то есть не возбудили. Аргументирую это тем, что якобы человек не из хулиганских побуждений это сделал. То есть у нас в 245-е прям самый первый абзац есть, в котором как раз прописано хулиганские побуждения либо корыстные. Я считаю, что независимо от того, из каких побуждений человек нанес увечья животному, здесь должно быть безусловно наказание. Наказание, я считаю, должно быть не связано с какими-то финансовыми средствами, а связано с лишением свободы. Но, как мы знаем, чаще всего живодеры остаются безнаказанными. Село Зеленое Дубраво, Рубцовский район. В прошлом году село стало знаменитым на всю страну. В сеть попали шокирующие кадры, на которых местная жительница разделывает еще живых собак. Об этом мы рассказывали ранее. А вы получаете удовольствие, когда убиваете? Ну, не знаю. Варили, жарили. Шашлык. Шашлык делали из собаки? Да, собак шашлык очень вкусный. Я чужих никогда не беру. Мне кто дает собачку, кто отдает. А так, чтобы я ловила, они мне нахрен не нужны. Я чужую собаку есть не буду. Я не знаю, чем они все, и больная. А вот вы говорите, тетя Надя отдавала вам собака. Это ваша родственница? Да. Милиционер бывший. Потрясающе. На днях Екатерине дали условное наказание. Ее приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Испытательный срок – 10 месяцев. И это еще при условии, что история вызвала огромный резонанс. О ней говорили в Госдуме и на федеральных каналах. Нам она сказала, и приезжали участковые. Она ему сказала, мне все равно, у кого резать, тут и их дети ходят. Как нам тогда пояснила сама женщина, она прошла лечение в больнице, ходит к психиатру и принимает лекарства. И даже несмотря на то, что Екатерина издевалась над животными, якобы угрожала чужим детям, человека можно изолировать только по решению суда. Но обычно в суде принимают решение, что человек может лечиться на добровольных основах. И здесь желательно, чтобы в этом ему помогали родственники. Это касается и участкового педиатра, и участкового милиционера. Правда? Он ведь тоже там есть, который должен психиатру доносить, доводить, что там есть право нарушения. Ребята, давайте решать вопрос с ее свободой или пролечиванием. С психическими расстройствами разобрались. Но вообще, откуда у здоровых людей, если можно так сказать, берется желание издеваться над животными? Неужели от жизни собачьей? Психотерапевты говорят, что во многом это ошибки воспитания. Я не думаю, что показывают наказание или агрессию к животным именно родители. Просто, скорее всего, выплеск к слабому, невозможному защититься, неумеющему защититься, как раз дается родителям. То есть вот это доминирование, доминанта сильного унижения при наказании. Отсюда перенос, по большому счету, на животного. Пока вопросов очень много, но ясно одно. Но законодательную базу нужно срочно совершенствовать. В этом уверены зоозащитники. И решать проблемы с живодерами пора на федеральном уровне. Потому что если же человек может забрать жизнь у кого-то беззащитного, ну то есть, мне кажется, он может пойти дальше. Что конкретно нужно изменить в системе законодательства для того, чтобы документы, призванные защищать животных, работали на практике? Этот вопрос мы обстоятельно обсудили в интервью с известной барнаульской зоозащитницей, руководителем приюта для бездомных животных Софьей Куликовой. Софья, вот по вашему мнению, законы о защите животных работают? Законы есть, но на практике действительно пока еще не внедрен механизм их, скажем так, непосредственной деятельности, их работы. Дело в том, что у нас есть 498 закон Российской Федерации об ответственном обращении с животными. Но до сих пор в Кодексе административных правонарушений Российской Федерации не введены статьи, по которым, ну как бы, можно было бы штрафовать, например, в административном порядке наказывать нарушителей этого закона. Хотя сейчас вот идет обсуждение, и до 10 октября принимаются, ну как бы, комментарии, потому что внесен проект изменения Кодекса административных правонарушений, и там хотят добавить статью 8.50, 8.51 и 8.52 как раз за административное наказание за нарушение этого закона. Речь идет о штрафах за нарушение правил содержания животного. Это то, что как бы не относится к категории жестокого обращения, но при этом нарушает правила содержания животного. То есть, ну человек не обеспечивает должным образом своего питомца, или там, не знаю, допускает появление его потомства невостребованного, или там, не знаю, там должным образом, как не должным образом его выгуливает, да, там позволяет, там, не знаю, пугать кого-то и так далее. Вот, за это вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей, и там еще вводится подпункт относительно штрафа за жестокое обращение с животными, если в этом нет состава уголовного нарушения, да, и там штраф от 5 до 15 тысяч рублей. У нас есть уголовная статья 245, вот, но на практике опять по ней наказать катастрофически сложно, потому что в уголовном профсоциальном деле доказательная база, она, ну, как бы более трудоемкая, да, и более сложная доказуемая, вот этот состав преступления. Очень много и мы подавали заявлений, там, не знаю, наши коллеги-зоозащитники, и практически 90% отказ органов о возбуждении ввиду отсутствия состава преступления, потому что, ну, как я уже сказала, доказательную базу собрать очень сложно. В этом смысле административное наказание, оно, ну, как бы более простую систему внедрения имеет, да, то есть тут, мне кажется, как только в кодекс внесут, вот эти, ну, в кодекс административных правонарушений именно поправки, и будет возможность у органов штрафовать, а это будет иметь право полиция, либо у нас исполнительные органы, в данном случае ветеринария, да, сможет наложить штраф. Мне кажется, уже люди как-то немножко будут побаиваться. Почему все-таки даже за издевательство, за убийство животных так сложно привлечь к ответственности? А если и даже заявления принимают, то наказание, ну, зачастую, вот это мы, журналисты, наблюдаем, да, наказание — это условный срок, либо вот испытательные работы. Ну, тут, наверное, много факторов, но прежде всего, конечно, у нас не сформирована такая культура, да, у нас на ментальном уровне не выстроено это отношение уважительное к животным, и никогда, ну, как бы традиционно не было каких-то таких практик, статей, и поэтому, например, органы полиции те же самые, они считают это, ну, как бы таким остаточным делом, скажем так, ну, то есть у них, естественно, в приоритете стоят вопросы там, которые касаются непосредственно людей, да, каких-то таких более, ну, как бы тяжелых преступлений, вот, и каких-то специалистов именно, ну, как бы специализированно выделенных под вопросы животных у нас нет. Ну, как знаете, в Европе, либо в Америке есть там animal police, да, то есть полиция, которая занимается вопросами именно животных, вот, у нас, естественно, такого нету. И поэтому, ввиду вот отсутствия как раз непосредственных людей, отвечающих за это, да, оно и порождает то, что вроде как все друг на друга начинают немножко, ну, как бы эти дела, как-то... Перекладывать ответственность. У нас, например, полицейские говорят, ой, ну, вы идите в ветеринарию, ветеринарию, я говорю, ой, ну, у нас нету таких полномочий, идите вроде как в полицию, или, ну, либо там в Росприроднадзор идите, ну, в общем, начинают, раз вот нету конкретного ответственного лица за это, и мы, кстати, выступали с предложениями, что, наверное, нам стоит задуматься, во-первых, о введении какой-то должности уполномоченного по правам животных, да, раз мы уже дошли до этого закона федерального, раз у нас сейчас животные наделены правами, правом на жизнь, да, там, правом на обеспечение, там, их достойной жизнедеятельности, поэтому, видимо, имеет и смысл вот какого-то уполномоченного ввести, у нас есть уполномоченный по правам ребенка, по правам человека, да, и, наверное, мы дошли до того, что нужен какой-то уполномоченный по правам животных для того, чтобы, ну, хоть какой-то вот такой контролирующий, регулирующий орган был, вот, ну, и, вероятно, неизбежно мы придем, чтобы обеспечить соблюдение этого закона, в органах исполнительной власти все-таки должны быть, ну, как бы, соответствующие ставки, да, то есть должны быть люди, которые занимаются непосредственно, ну, как бы, контролем заблюдения, потому что, вот, мы с той же ветеринарой разговаривали, они говорят, а нам некого на это поставить, да, у нас вот есть ветврач, который должен поголовья из тысячи голов, да, там, привить, не знаю, от каких-то заболеваний опасных для людей, да, естественно, это в приоритете стоит, и что он пойдет собирать материалы дела, ну, там, типа по собачке, ну, вроде как тут, типа, несопоставимы, если он там не выполнит, да, вот, последствия, не дай бог, там, какое-нибудь заражение массовое произведет, да, и, понятно, у них опять приоритет туда переходит, и постоянно вот это вот, ну, отсутболивание этих вопросов, оно порождает то, что дело производства не ведется, да, соответственно, виновные не наказываются, а ненаказанность вот этой ситуации, она порождает новые и новые преступления, поэтому здесь, как бы, понятно, если бы люди осознавали неминуемость наказания, да, они бы уже как-то, ну, по-другому относились. Были аккуратно, да, вот это бы просто действовали. И, конечно, какой-то общественный контроль, общественное порицание тут неизбежно нужно, потому что мы сами сталкиваемся очень много с такими историями, когда к нам обращается, например, сосед, но он говорит, ну, вот это вы идите вот туда в полицию, я не буду конфликтовать, да, я не хочу там с соседом это, я не пойду, ну, вроде как, рассказываю, показывать, показывать, пояснять свидетелям, отстаивать, да, да, отстаивать эти права, я вот вам сигнал дал, и все, а те же самые органы говорят, ну, нет прямого свидетеля, как-то со слов, да, они, ну, как бы, не имеют права, да, либо прямой свидетель, либо какая-то, там, не знаю, фото-видео фиксация, либо еще что-то, то есть, и получается, что люди, ну, как бы, ну, такой своей позиции, может, где-то опасливые, да, там, чего-то они боятся, не знаю, там, еще чего-то, ну, то есть, сами развязывают руки этим преступникам. Назови еще, вот прям так конкретно, какие бы ты вещи, статьи пересмотрела, чтобы и ответственность была более, может быть, жесткая к тем же живодерам, если мы говорим о жестоком обращении, да, сегодня, и еще какие-то моменты, которые ты, вот, как зоозащитник, ну, считаешь ключевыми. Ну, неизбежно мы идем к регистрации животных, как бы это ни было проблемно, да, и как бы многие не опасались, там, за какие-то налоги, еще за что-то, но пока у нас не будет учета, у нас не будет контроля, у нас опять все упирается в учет, знаете, главный закон менеджмента, нет учета, нет контроля, то есть, как можно контролировать то, чего ты не знаешь, у нас до сих пор нету конкретных цифр, не знаю, там, сколько у нас, там, собак, хотя бы, хозяйских, там, не знаю, в городе, да, сколько у нас бесхозных, да, без владельца животных, никто, нигде эту статистику никак не ведет. Нам надо все-таки определить точно ответственных лиц, кто должен, да, контролировать выполнение этих законов, и, соответственно, обеспечить, ну, как бы, как систему этих работающих лиц, ну, то есть, если мы, например, вводим, не знаю, какой-то отдел в полиции, да, который занимается этими вещами, то мы тогда должны там посадить человека, да, на какую-то ставку, он бы занимался именно этими вещами. И создана, ну, как бы, как инфраструктура для выполнения этой ответственности. Вот, ну, и, конечно, вот это наше предложение относительно уполномоченного по правам животных, наверное, оно актуально, чтобы как-то, ну, вот эту систему-то соединить между собой, это должна быть четкая система ответственности. Барнаульский планетарий начал готовиться к переезду в центр города, в здании кинотеатра «Родина». Работы по его переустройству уже начались, но подходит ли бывшая Родина для будущего звездного дома? По мнению рядовых горожан и экспертов. И можно ли надеяться, что с переездом планетарий ждут космические перемены? Смотрите в следующем материале. Барнаульский планетарий – один из стареющих в России. С 1950 года, то есть 70 лет, он размещался в здании Крестного Сдвиженской церкви. В 2014-м мэрия города и Алтайская епархия заключили соглашение о возвращении помещения церкви. На переезд дали пять лет, но за это время подходящего места так и не нашли. Соглашение продлили еще на два года. К идее переноса планетария горожане тогда отнеслись неоднозначно. Конечно, здесь должен остаться планетарий. Чтобы церковь была, чтобы душу спасали люди. А планетарий можно в другом месте, он на небо пусть смотрит. Идея о переносе планетария в то или иное место возникала регулярно. Так, в одно время обсуждали строительство нового здания для него в Центральном парке города, позже на речном вокзале. Предлагалось принести его и в ДК «Трансмаш». Но вот сегодня уже с большей долей вероятности можно утверждать, что новым домом для него станет кинотеатр «Родина». Впрочем, и это решение барнаульцы восприняли по-разному. Мне кажется, ему там и хорошо в лесу. Мне кажется, в этом месте будет больше посещаемость, чем в Загуинопарке. Потому что здесь центр города, здесь очень много студентов, школьников и вообще людей, которые приезжают в наш город. Я считаю, что для планетария нужно отдельное здание, которое строится изначально для планетария, чтобы там были сразу специальные помещения именно для проведения экскурсий по звездам. Отдельное, специально построенное здание для планетария, конечно, идеальный вариант, считает член Союза архитекторов Максим Максименко. Но все упирается в извечный денежный вопрос. Место для такого здания и тем более финансирование для нового здания найти сложно. И в сложившейся ситуации, в принципе, приспособление здания кинотеатра «Родина» под нужды планетария выглядит неплохим решением. То есть это исторический центр, историческое здание. И в принципе, если в нем сейчас разместится планетарий, я думаю, все только выиграют. Полтора месяца назад городской комитет по культуре заключил контракт с застройщиком на ремонт зрительного зала в родине. Сегодня здесь разбирают пол, демонтируют подвесные потолки, а также лестницы и облицовку стен. Правда, по ходу реконструкции пояснили в мэрии. Вносят корректировки в эскиз проекта. Ознакомиться с его окончательным вариантом и рассказать в деталях о переустройстве здания нам пообещали в сентябре. А пока известно, что будущий звездный дом будет иметь 9-метровый купол и новую цифровую систему управления. Анастасия Наборщикова, Анастасия Болотина, Александр Антропов и Александр Лизратов. День с толком. На этой неделе выдался особый повод вспомнить о легендарном Барнаульском училище летчиков. 18 августа исполнилось ровно 55 лет с момента создания в столице края высшего военного авиационного заведения. За время его деятельности в нем воспитали не одно поколение героев СССР и России, а также пилотов, которые до сих пор работают в разных концах планеты. Но юбилей «Альма-Матер» ненадолго объединил их. Наш следующий материал о легендарном прошлом Барнаула. Это с них начинается история алтайской авиации. Первые выпускники Барнаульского летного училища снова в одном ряду. Еще мальчишками они просто мечтали о полетах, не думая, что в будущем смогут уверенно бороздить небо и станут полковниками и генералами. История Барнаульского авиационного училища началась в 1966 году. 18 августа на основании постановления Совета министров СССР подписали приказ о его создании. С тех пор на Алтай ежегодно приезжали юноши с разных уголков страны с общей мечтой – покорить небо. Летное училище воспитало около 4 тысяч летчиков и не одно поколение героев. Среди них – наш земля Константин Павляков. Годы его службы совпали с войной. В небе над Афганистаном самолет молодого лейтенанта оказался сбит. Под занавес уходящего 20 века история алтайской авиации неожиданно прервалась. В 1999 году летное училище расформировали, преподавательский состав был уволен в запас, территорию передали нынешнему Бюи, а курсантов перевели в Армавир. Какие перспективы вы для себя видите после окончания Армавирского авиационного института? Я бы сказал, что они немножко такие туманные. Мы едем туда, мы практически сильно не знаем, что нас ждет там и как нас встретят там. Там мы все-таки будем чужие. Очень жалко, конечно. Нас и так не очень много осталось. У нас поступало больше ста человек, а едет всего лишь 49. Душа болит и сердце плачет. И мы писать пытались, как бы, чтобы спасли училище. Не только мы, но и представители, так сказать, руководства Алтайского края. То есть столько роддров мы брошены. Заброшены? Просто брошены. Брошены. Понимаете? Это было обидно. То есть то, чему мы служили, ради чего, и как это так вот все бросили. И как будто бы утешением осиротевшему Барнаульскому небу в краевой столице и по наши дни остается Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой. Сюда после 9 класса приходят юноши, чтобы после поступить в военный вуз или все же связать жизнь с авиацией. Но уже не на Алтае. Ближайшее к нам военное училище находится в Краснодаре. Упускники нашей школы учатся сегодня в Краснодарском училище, в Сызранском. Дай бог, ну я их всегда ориентирую, мужики, учитесь лучше. Сегодня самолеты четвертого поколения безграмотных не терпят. Каждый год летная школа встречает более ста мальчишек, которые с надеждой смотрят в небо. А мысль о возрождении алтайской авиации и возвращении Барнаулу статуса города летчиков пока так и остается несбыточной, но такой желанной мечтой не только парней, но и очень многих горожан. Елена Макаренко, Анна Рашагирова, Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. И в завершении выпуска о Денисовой пещере она заняла второе место в рейтинге самых впечатляющих пещер России. Его составил Национальный туристический портал. В живописности алтайская достопримечательность уступила только городу в Крыму Эски-Кермен. Однако наша пещера впечатляет не только своими красотами, но и уникальными археологическими находками. Так, последний из них – фрагмент кольца первобытного человека. Ему, по мнению ученых, больше 50 тысяч лет. В специальном репортаже от Анары Шагировой подробнее об этом. Пока одни наслаждаются летним отдыхом, другие в это время упорно и кропотливо трудятся. Вот так, крупица за крупицей, эти девушки-археологи собирают в Денисовой пещере то, что здесь копилось сотни тысяч лет. Работы закончат после первых холодов, потому что и летом здесь совсем не жарко. Здесь плюс семь вот сейчас, на нашем уровне. И даже в свой профессиональный праздник, который отмечается 15 августа, они здесь же, за работой. Трудности связаны, наверное, с тем, что три месяца в замкнутом пространстве, в маленьком коллективе, далеко от семьи, конечно, скучаем по дому. Но любимая работа позволяет справляться с такими трудностями. Что для обывателя просто песок, то археологу целый клад для изучения. Сначала его нужно доставить к реке, чтобы промыть. Полученный материал тщательно перебирают, очищают и только потом отдают на изучение. По этим мельчайшим частицам палеонтологи узнают, какой была живая природа на этом месте миллионы лет назад. Вот, например, остались следы лемминга, мелкого грызуна, который сейчас на Алтае не встречается. Лемминги, мы их называем буральный элемент. Это звери, которые сегодня живут в тундре. Правда, именно вот этот род Леммус, они и живут в темнохвойной тайге, немножко сдвигаются на юг от ареала тундрового. Археологические находки последних 10 лет в Солонешинском районе полностью перевернули представление об эволюции человека. В 2008 году ученые обнаружили в пещере его новый подвид. Он отличался фалангой пальцев. По названию пещеры нового человека именовали Денисовским. После стало ясно, что Денисовец появился на Алтае почти 300 тысяч лет назад. И жил одновременно с неандертальцем и хомо сапиенс. Были найдены даже останки их совместного ребенка. И неандертальцы, и денисовцы принимали участие в формировании человека современного физического облика. Сейчас у современного населения за пределами Африки, у каждого из нас с вами, около 4%, до, точнее, 4% в геноме неандертальцев. А у населения районов Юго-Восточной Азии, в основном островных районов, до 8% в современном геноме от денисовцев. Этих людей принято называть первобытными. Однако мышление их было далеко не примитивным. Археологи нашли также следы их культуры, орудия труда и даже украшения. Возраст данных находок определяется примерно 40, 45, 35 тысяч лет в таком диапазоне. Допустим, вот интересный предмет, можно сказать, что это очень резкая находка этого сезона, этого года. Это фрагмент, крупный фрагмент кольца из мрамора, который был изготовлен, целиком выточен из-за небольшой мраморной гальки из берегов реки Аной ближайшей. Вот, его сверлили, растачивали, шлифовали. Это кольцо, по мнению ученых, принадлежит самому денисовцу. Получается, что уже 40 тысяч лет назад первобытный человек не только думал о пропитании, но и заботился о красоте. Сейчас мы твердо знаем, что денисовцы обитали в пещере, так сказать, с самого начала функционирования этой пещеры, как археологического объекта. И на протяжении как минимум 250 тысяч лет они обитали здесь в пещере. Это была не привнесенная культура, а культура, которая сформировалась на местной основе. Это очень важно. То есть у нас это была не периферия древнего первобытного мира Сибири-Алтай, а это был один из центров. Каждый метр земли здесь вмещает в себя тысячелетнюю историю, поэтому неизвестно, сколько еще загадок и открытий ждет ученых. А чтобы их скрупулезной работе не мешали случайно забредшие туристы, недалеко от пещеры разработают целый туркластер, который вместит в себя первый палеопарк на Алтае. На прилегающей территории к Денисовой пещере предполагается обустройство. Оно планируется в связи с тем, что здесь необходимо создать удобные, комфортабельные места для парковки автомобилей, экотропу, малые формы архитектуры, которые будут характеризовать артефакты, найденные в Денисовой пещере. В этом году Денисова пещера получила статус особо ценного объекта культурного наследия России. А в рейтинге национального туристического портала заняла вторую строчку в числе самых живописных пещер нашей страны. Археологи же продолжают здесь работу и надеются на очередное открытие для всего научного мира. Анара Шагирова, Александр Лизратов. День с толком. А на этом у меня все. Такой была уходящая неделя. Мне же остается напомнить телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова